Ржавая вода из крана, воспламеняющиеся проводки в подъезде, нечищенные крыши и другие коммунальные беты. Ответственные лица не торопятся выполнять свои обязательства, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрите, на что коммунальные службы закрыли глаза в этот раз. Готический стиль поневоле. Жильцы многоквартирного дома выбирают гарнитур в стиле нуар, чтобы не видеть ржавую воду. Черная раковина – это просто идеальный вариант для качества вот такой продукта, который нам предоставляет СГК. Преследует запах гари – это не последствия ковида. Жильцы аварийного дома боятся, что сгорят заживо, а оголенные провода в доме вот-вот вспыхнут. Оно еще просто как времянка. Но эта времянка рано или поздно может замкнуть, все сгорели. Снести нельзя оставить. Дом на Гоголя-54 в любой момент может уйти под землю. Разбирают эту крышу, и все это сыпется. И я делаю им замечания, они не реагируют. Более того, делают это ночью. Кожные заболевания, повреждения зубной эмали и желтые ногти – все это можно приобрести при постоянном контакте с ржавой водой всего за полгода. А жители этого дома вынуждены использовать такую воду уже на протяжении пяти лет. Как они в живых-то остались? В ванну мы, конечно, моем постоянно после такой воды. Сейчас мы посмотрим, какая сегодня у нас будет водичка. Включают краны, будто играют в лотерею. Сегодня жильцы дома на Смирнова 92 вновь проигрывают. Горячая вода из крана бежит не прозрачная, а желтая. Принимать ванну, мыть посуду в такой воде жители вынуждены уже пять лет. Сначала она может идти желтенькая. Чем больше ее пропускаешь, тем она идет чернее, чернее, чернее. И вот иногда набираясь в ванну, она вообще цвета кваса, так если сказать. К слову, только за прошлый месяц за постоянных прогонов у Елены Ярославцевой ушло 50 кубов. Это почти 6,5 тысяч рублей ежемесячно. Но если такую бешеную сумму горячая вода не становится светлее. Например, у нас ребенок 6-летний, он, например, вообще в эту ванну залазить не хочет. У него постоянная истерика. Вы меня вблизи водите, вы меня вблизи водите, у нас выхода нет другого. Сейчас в герматологу будем обращаться. В дешеную шарпунь мы пускаем ребенку, чтобы он хоть как-то закрыл вот это все. Пойдет пенка сейчас, смотрите. И тогда наш ребенок в ванночке моется. Больше мы его не можем заставить. Обильное количество пены для ребенка, для взрослых дорогостоящие бальзамы, чтобы волосы не превращались в солому после мытья головы. А еще черный гарнитур, скрывающий ржавый кипяток. Вот когда у нас стал выбор по смене гарнитура в семье, мы вот приобрели такой гарнитурчик в красно-черных тонах. Черная ванна очень удобна. Для жителей, у которых вот такое безобразие из крана бежит грязная вода, очень удобно, знаете, не видно ничего. Пять лет назад в доме на Смирнова, 92, проживать было нельзя. Здание было аварийным, но 30 миллионов бюджетных средств сделали свое дело, превратили дом в благоустроенное жилье. Вроде бы и бедом пришел конец, но на светлую картину пролилась ржавая вода. Жильцы уверены, что всему виной аварийная теплотрасса. Почему ОСК отказывается ремонтировать теплотрассу? Они вообще не признают, что трасса аварийная. А у нас во дворе сегодня трасса страшно парит, снег вообще не ложился всю зиму, это первый год у нас такое. И треснул наш новый асфальт. Асфальту всего 5 лет. Прямо по трассе пошла огромная трещина, вот можно на телефоне посмотреть, ее сфотографировала. То есть вот прямо вспучило, там все в пару, пар в теплотрассе. И теплотрасса идет на две стройки. Специалисты СГК пояснили нам, что выезжали на место, но никакой аварии на теплотрассе не обнаружили. И заверили, что причина коричневой воды – грязный трубопровод. Когда наша бригада подъехала для проведения мероприятий по восстановлению качества воды, в том числе и промывки трубопровода горячего водоснабжения, специалисты не были допущены жильцами дома до ведения этой процедуры. В частности, Ярославцева Елена Дмитриевна без объяснения всяких причин не допустила нас, не допустила к дренажной системе этого дома. Елена Ярославцева готова пустить сотрудников СГК, но лишь в том случае, если за ходом работ будет наблюдать управляющая компания дома. Удастся ли жителям и сетевикам найти общий язык, покажет время. Но однозначно, дешевле договориться, чем судиться и менять интерьер. Ванну не хотите черную? Ванну черную, знаете, мы подумаем. Мы сначала попробуем, чтобы нам отбелили воду. Если это уж совсем не получится, мы пойдем на суд и сделаем себе черную ванну. Жители этого аварийного дома в марте прошлого года оказались замурованы. Рухнула часть стены, люди оказались заблокированы, и с пленной их уже вызволяли спасатели. А в этом году у жильцов есть все шансы оказаться под завалами навсегда. Тоже стены старые, вот смотрите, вот здесь вот это падает, но хотя говорят, это штукатурка, сырость в каждой комнате. Вот видите, стены промерзают, окна, пол тоже холоднющий, это ужас. Окно тоже, да все тут уже старое. Сырость, холод и разруха в каждой комнате. В таких условиях жители дома на второй строительной 21 живут уже не первый год. Жилое помещение признано аварийным с 2019 года. Жильцы покорно ждут очереди на расселение и пытаются выжить. А его начнешь трогать, это окно, оно вывалится, то есть это все зимой здесь все делают. Даже летом что-то это, это надо полностью все выбивать и все за много делать. А смысла нет, здесь делаешь, там отваливается стену. Все шевелится. Все ходит, да? А у нас еще железная дорога, как вот у нас, вот прям железная дорога, два метра, там три метра. Все ходуном ходит. Проживают в ветхом доме десятки человек, взрослые, дети. Ежедневно все они рискуют сгореть заживо. Это вообще, по идее, не должно быть этого всего по безопасности. Оно все просто как времянка. Но эта времянка рано или поздно может замкнуть, все сгорит. Управляющая компания наследие игнорирует коммунальные проблемы. Жильцы поддерживают дом своими силами. А вы видите, тоже это все, оно убавится, все сыпется. Все делаем потихоньку, там подделываем сами. Ну вот здесь вот потолок, видите, вот весь в трещинах, вот провисает. Вот сделали подпорки на подпорках. Вон там тоже все сыпется, рушится. Как бы потолок не обвалился. Как сказали нам, ваш дом идет на снос, ничего делать не будем. И у вас очень большие долги. У нас вообще старые еще долги. Ну как бы стараемся, оплачиваем. Потому что за такое проживание, за такие коммунальные условия платим. Вот я за свои 15 квадратов 4 тысячи в месяц плачу. Единственное, что сделала УК, установила подпорки, поддерживающие потолок, говорят люди. Но эта акция была три года назад. С тех пор тишина. А в марте прошлого года жильцы едва не оказались под завалами своего же дома. Треск такой был сильный, что все тут вот под окном пососкакивали, всех поразбудили. Мы в 5 утра это было как раз. Все позавалило, вход завалило. Мы вообще тут замурованные остались. МЧС вызвали. Вот нас откапывали. Вот здесь вот дорожку делали, откапывали. Кирпичи потихоньку вываливаются. Выходишь из дверей, так и ждешь, когда тебе на голову упадет кирпичик. Вот опять снег. Опять толщина снега на крыше. Я не знаю сколько, тут полметра, наверное. Нам нужно поговорить с директором. Напротив кабинета? Вот здесь. Нет, 22 кабинета напротив. Здравствуйте. Телеканал ТОЛК. Нам бы в управляющем... Вы в какую праздничную компанию пришли? Почему? Закрываете дверь? Нет, вы спросите. В какой праздничной компанию? В праздничной компанию наследие. Подождите, подождите. Читайте. Вы нам сказали, что здесь наследие находится. Почему вы закрываете дверь? Управляющая компания решать проблему, видимо, и не собирается. Огромный сугроб с крыши дома у КАХ не чистила ни разу. С начала зимы возмущаются люди. Остается надеяться, что городская администрация все же найдет средства на расселение жильцов. Тогда спасателям точно не придется доставать тела из-под завалов. Ждем решения мэрии. Жители дома на Гоголя, 54, уже несколько лет доказывают, что они не имеют ничего общего с гоголевскими мертвыми душами. Но, возможно, доказывать скоро это будет некому. Дом 70-летней истории аварийный и может в любой момент уйти под землю. Здесь не просто рушат здания, рушат надежды жильцов, что они спокойно перенесут ночь и останутся живыми. Вера Васильевна живет в доме на Гоголя, 54. Женщина говорит, что здание с трудом вынесло строительство соседних домов. И тут новый сюрприз. Напротив, начали сносить старую фабрику. Это может добить ветхий дом, в котором по факту живут три семьи. Здание признали аварийным еще в 2017 году, но сносить передумали. Собственникам предложили провести реконструкцию 70-летнего дома. Для того, чтобы реконструкцию провести, нужно как-то подвести фундамент. Вот так вот вдуматься, да? Какая реконструкция, если в доме нет фундамента? Они стучат у нас дома. Оттуда трясучка идет, отсюда трясучка. То есть все вибрирует, и мы вот живем вот в этом кошмаре. То, что по соседству ведутся шумные и грязные работы, видно даже вот по этому серому снегу. Такой слой пыли здесь образовался всего за три дня. Недавно на Гоголе 52 разбирали крышу, причем даже не огородили территорию. А ведь в соседнем доме живут пожилые люди, дети, которые могут пострадать в любой момент. Разбирают эту крышу, и все это сыпется. И я делаю им замечания, они не реагируют. Более того, делают это ночью. Увидев нас, полуночники скрылись, но позже продолжили свою работу. По словам жильцов, по классике ближе к ночи. У нас ребенок ночами подскакивает. Вы сейчас видели, ребенок прошел, он маленький, он в первом классе учится. Он подскакивает среди ночи, потому что трясется все. Он, баба кто там, баба кто там. Это стало опасным. В официальном письме от администрации города изложено, что жильцы должны провести многомиллионную реконструкцию дома до 25 сентября 2022 года за свои деньги. В случае, если собственники не осуществили реконструкцию дома в срок, изъять земельный участок для муниципальных нужд, выплатить денежное возмещение собственникам жилых помещений. Но жильцы надеются, может кто-то раньше уже обратит внимание на то, что в доме на Гоголя 54 живут не мертвые души, а пока еще живые люди, которые с такими соседями могут и не дотянуть до осени 2022 года. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, оставляйте заявку на сайте или пишите нам в социальных сетях. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи!